здравствуйте дорогие друзья я рада приветствовать вас на своем канале в этом видео мы продолжим с вами прогулки по зимнему сарову я расскажу вам немного об истории города покажу вам свои любимые места и по традиции поделюсь впечатлением о том что сейчас читаю напомню что саров город закрытый во времена моего детства он назывался разомас 16 а ранее имел еще несколько секретных названий например кремлев москва-центр-300 и другие он был построен после великой отечественной войны для ученых занимающихся разработкой и созданием отечественной атомной бомбы было важно чтобы название научного городка никак не соотносилось с известным монастырем все старинные храмы как и монастырские пещеры были закрыты или уничтожены в храме построенном над кельей серафима саровского расположился местный театр в одном из бывших монастырских корпусов моем детстве размещалась детская городская библиотека а в другом музыкальная школа но сейчас все эти здания возвращены церкви и и продолжается восстановление исторического облика саровского монастыря вот это здание построено в 18 веке бывшая монастырская баня использовалась как медицинское учреждение в сарове трудились такие выдающиеся ученые как юлий борисович харитон и андрей дмитриевич сахаров в мае 2021 года в сквере у картинной галереи был открыт памятник андрею сахарову в честь его столетия здесь он изображен погруженным размышления судя по фотографиям эта поза была характерна для ученого эта тихая улица носит теперь имя академика сахарова здесь в доме номер 13 ученый жил в длительной командировки как он сам называл период работы в разомасе 16 с 1950 по 1968 год а в этом доме жили академики евгений негин и юлий харитон в той половине где жил академик харитон открыт сейчас музей в прошлом видео я обещала вам поделиться своими впечатлениями о романе анны банти артемизия до этой книги я практически ничего не знала об итальянской художнице артемизии джентилески настоящее имя писательницы лючее лапрести и это одно из самых знаменитых ее сочинений посвятила она его своему мужу выдающемуся историку искусства роберту лонге восприятие этой книги мне помогла вступительная статья виктории марковой узнав что критики относят этот роман к категории трудной литературы мне особенно захотелось с ним познакомиться трудность восприятия как выяснилось объясняется отсутствием фабулы роман состоит из отдельных постоянно переплетающихся эпизодов жизни автора и художницы в книге нет документальной точности в описании жизни артемизии роман глубоко автобиографичен и что меня особенно поразило так эта история его создания писать его анна банти начала в самом разгаре второй мировой войны и когда работа над романом была практически окончена рукопись погибла в одну из бомбежек потрясенная писательница начала восстанавливать по памяти фрагменты книги но теперь уже ее собственные трудности жизни и утраты стали фоном на который наложилась судьба артемизии никто никогда не узнает какова была первая рукопись а вторая версия романа соединилась с глубоко личными переживаниями писательницы и упор ее невольно сделан на трудных моментах жизни артемизии артемизия джентилески яркая художница 17 века открывшая в неаполе школу живописи в 12 лет девочка лишилась матери ее отец орацию джентилески был выдающимся живописцем человеком со сложным характером но именно он дал дочери первые уроки рисования самая ранняя из известных нам картин артемизии сусанна и старцы написано ею в 17 лет артемизия джентилески натура очень яркая и самостоятельная она добилась того что стала первой женщиной принятой в академию искусств во флоренции при том что в те времена женщинам не дозволялось брать в руки кисть писательница нашла во внутреннем мире художницы черты собственной натуры этот роман интересен с позиции хорошей психологической прозы а также погружает нас в атмосферу искусства в один из морозных солнечных январских дней я отправилась по магазинам в поисках подарков и снимала для вас наш уютный тихий город лес не только его окружает но и сохранился во многих его дворах мне нравится что дома школы и сады при постройке города аккуратно вписывали в лесной массив советские годы выезжая куда-нибудь мы не имели права разглашать сведения о городе поэтому окрестных жителей мордовии и горьковской области на границе которых был расположен арзамас 16 существовало множество легенд о том что происходит за колючей проволокой например из детства я помню как веселили нас версии что город находится под землей или под особым куполом а еще существовала легенда что здесь строится коммунизм на эту мысль видимо наводил тот факт что жители арзамаса 16 выгодно отличались одеждой и активно скупали книги в сельских магазинах а еще мне удивительно было обнаружить приехав в шестом классе в санаторий на черном море что все мои новые подруги тоже проживают в городах под номерами красноярск 45 свердловск 75 и других сейчас сорою проживает около ста тысяч жителей город продолжает расти и благоустраиваться на противоположной стороне улице вы видите один из стадионов города мы тем временем добрались до торгового центра после мороза хорошо выпить кофе и можно отправляться на поиски подарков прежде всего я зашла в книжный нашла кое-что интересное для себя а в подарок купила паслы и и и и А еще мне сложно пройти мимо отделов с констоварами. Здесь очень много всего привлекательного. А еще беспроигрышный вариант для подарков – чайный отдел. Мне нравится, когда в кафе есть небольшие библиотеки. И в ожидании кофе можно прочесть что-нибудь совершенно неожиданное. Например, здесь я обнаружила четырехтомных сказок «Тысяча и одна ночь». Почему-то дома до них никогда не доходят руки. Вечером этого дня был удивительно красивый и нежный закат. Больничный городок выстроен на месте монастырской маслобойни и в народе называется Маслихой. А эта улица носит имя академика Харитона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Этого детла я сняла в другой день, но решила на память оставить в этом видео. В этом городе прошло мое детство, здесь я научилась любить природу и книги, и об этом я продолжу свой рассказ в следующем видео. Как всегда, я буду очень рада вашим комментариям. Пишите, о чем бы вы еще хотели узнать. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok